Математические вычисления, признания в любви отдали ободранные стены и паутина. Так выглядят подъезды в доме номер 3 по улице Чайковского, а также в доме номер 13 по той же улице, а еще в доме номер 2 по Тимирязево. Всего более 10 адресов домов, подъезды в которых так и не отремонтированы, выявили представители молодежного парламента. Налицо, то есть с фасада приличные, ужасные внутри. Это все о них, о домах в самом центре Сочи. Внешний ремонт сделан по олимпийской программе. Сочи – единственный город России, который за бюджетные средства привел в порядок свой жилой фонд. Обновлено более 700 домов. Жильцам осталось через управляющие компании привести в порядок подъезды. Фотографии этого и других непарадных парадных представители молодежного парламента предъявили участникам совещания при главе Сочи. Анатолий Пахомов считает, ситуацию нужно исправлять. Это подарок, который нам подарили в связи с Олимпийскими играми. Делать кровлю и фасад, да? Это всего лишь подарок. Но все остальное так и осталось за управляющими компаниями. Проведем здесь такое же совещание, как проводили совбез. Проведем по содержанию жилого фонда, как проводили совбез по самострою. Присутствие всех правоохранительных органов. И мы им расскажем, что им надо делать. Для контроля над ситуацией будет привлечена жилищная инспекция и ОБЭП. Они выяснят, куда идут деньги от жильцов за содержание домов. Сохранить уже созданное также должны помочь правоохранительные органы. Слишком часто вандалы, в том числе и малолетние, фактически уничтожают фасады и подъезды, по-варварски разрисовывая их. Власти города будут настаивать на том, чтобы полицейских патрулей на улицах курорта стало больше. Елена Всецна, телекомпания ФКТ